Добрый день, с вами Fashion Letter Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим, что делать, когда у нас вот так вот выглядит эскиз. То есть он сделан правильно, нарисован правильными замкнутыми объектами, но по какой-то причине вот таким образом он выглядит и смотрится это все неправильно. На самом деле никакой особой проблемы тут нет. Сейчас я покажу, как это исправить. Здесь нарушено два основных принципа. Первый принцип – неправильно размещено расположение элементов относительно друг друга внутри одного слоя. Второе – это залиты линии. И линии дают заливку, и за счет этого он ломается. Смотрите, как это исправить. Вот у нас есть основа, я просто сейчас ее сдвинула. Правильно нарисованный силуэт с четким контуром, правильно залитый. Когда он находится здесь, смотрится как бы непонятно. Первое, что нам нужно сделать – щелкнуть по нему правой кнопочкой мыши, монтаж и на задний план. Таким образом у нас этот объект лег на самый-самый задний план и теперь является нашей основой. Еще, видите, у нас есть заливки. То есть правильно расположенные элементы от строчек, но находящиеся не на своем месте. И, точнее, на своем месте, но залитый. Вот здесь вот у нас есть цвет заливки. Если мы сейчас отменим, то все будет вставать на свои места. Вот это вообще лишняя часть, ее тут быть не должно. Вот этой части нету спинки. Соответственно, нам нужно прорисовать, чтобы была спинка. Я сейчас приближу. Это плюсодополюстратор. Вы можете любой элемент приблизить и в него войти. Соответственно, попадаем пером в точку. Сейчас нарисую объект. Вот мы его нарисовали. Теперь инструментом пипетка переснимаю цвет и убираю его на самый дальний план. Все, вот он у меня сзади. Здесь можно чуть-чуть поправить кривизну линии, чтобы она перекрывала. Хорошо в таких эскизах делать тоновой баланс. Когда чуть-чуть темнее задник. Получается тогда вот это вот тоновое перераспределение. Здесь смотрим. Тоже видите, есть заливка. Ее тут здесь быть не должно. И таким образом, что делает программа? Программа, она простая и лаконичная, понимающая ровно то, что мы ей говорим. Соответственно, у нас есть линия пунктирная, по определенной дуге нарисованная. И мы просим эту линию залить заливкой. Программа думает, ага, как я могу линию залить заливкой? Она соединяет две крайние точки, получая условно замкнутый объект, у которого нету вот этой линии, которая его замыкает. Получаем вот такую некрасивую штуку. Поэтому мы убираем просто цвет заливки. И вот у нас получается на своем месте линия отстрочки по рукаву. Что у нас здесь с рукавами? Давайте посмотрим. Такой же принцип у нас на этих отстрочках случился. Его не хватает. Вот я убрала. Что вот здесь такое? У нас есть вот такая вот кривулечка, и программа точно так же соединила две крайние точки. Нам нужно создать замкнутый объект. Выбираем нашу кривулку. Выбираем инструмент перо. И дорисовываем. Так, я попала не в правильную точку. Сюда надо попасть. Так, сейчас игночку. Раз. Делаем изгиб. Попадает в точку другого объекта, поэтому так он все ведет. Вот, попало. Убираем его тоже на задний план, потому что это у нас рукав-фонарик, у которого два вот этих объема. И здесь то же самое. Видите, она соединила по прямой, а должен был быть объект, соединенный по дуге. Соединяем еще раз перышком. То есть я попадаю в начальную, в конечную точку, делаю выгиб. Вот оно у нас пришло в себя. Для того, чтобы сейчас со вторым так же не возиться, я его удаляю. Выбираю два крылышка. У нас с вами есть вот здесь инструмент зеркальное отражение. Ставлю точку по центру и туда отражаю. Нажимаю кнопочку shift, тогда у меня соблюдается правильный угол. То есть смотрите, либо 45, либо 90. Кнопочка alt копирования. Отпускаю кнопку мыши. Отпускаю затем кнопки на клавиатуре. Немножко я не попала. Теперь клавишами на клавиатуре могу немножко пододвинуть. Вот у меня встала крылышко. И по низу тоже все встало. И вот мой эскиз, который был разбросанный, превратился в нормальный адекватный эскиз. Давайте сравним, что было и что стало. Это абсолютно один и тот же эскиз, с которым мы просто немножко поправили последовательность и замкнули контур. Вот почему при работе в водополюстраторе нужно аккуратно смотреть, из каких объектов у нас состоит эскиз. Как он будет смотреться. То есть это по сути одно и то же. Единственное, что мы реально поправили, нарисовали вот эту горловинку и замкнули объекты, которые у нас образуют крылышки. Все. Теперь он правильно формируется. Именно поэтому пропала выточка в связи с тем, что мы поменяли месторасположение. Здесь получается у меня, вон она, выточка тоже есть. Но просто она у меня находится не на правильном уровне. А здесь все в правильные места встало. То есть основа встала в самый назад, в самый дальний план, а потом встала горловина, потом встали рукава. То есть я этим сделала. И это все можно вот здесь в слоях увидеть. Все будет хорошо видно. Вот он, этот объект. Находится в самом низу. Ниже него находится только задняя часть по горловине. Таким образом распавшийся эскиз можно собрать обратно. Просто помнить принцип и им воспользоваться.